Здравствуйте, зрители, подписчики, слушатели нашего канала Палитразборка. В основном, конечно, будет понятен ролик больше постоянным подписчикам и постоянным слушателям канала Палитразборка. А ролик сегодня у нас будет про Женьку Спицына. Женька! Даже Евгеньеву не хочу называть. Глубоко презрительное отношение к нему. По самому Женьке Спицыну, вот у нас второй канал есть, где мы над лжеучеными прикалываемся. Вот там основной ролик у личности Женьки Спицына выйдет. Что он несет, как он работает, по какой методике. А здесь вот сегодня мы хотели бы обсудить в рамках нашей серии «Как разрушался СССР». Хотели бы обсудить именно один из роликов последних, который вышел 4 дня назад на канале «Историческое чтиво». Спицын называется, еврокоммунисты, две записки, опасная фигура, Хрущев, Кусинин, Андропов. Вот этот ролик вызвал у меня резонанс. Прежде чем начать его обсуждать, хотелось бы вспомнить, что в начале создания нашего канала мы уже делали по Женьке Спицыну ролик, где он браво разнес, ух ты, такого там прихвостня Яковлева Цыпко. И тогда мы сказали, что этот ролик, он с двойным дном. Что этот ролик, где он браво разносит Цыпко там к старому маразматику, который написал статью, и потом в ролике он даже не помнит, что он написал в этой статье-то. Но Женька Спицын браво шашкой машет и говорит, ух ты, о чем там речь шла? О том, что Цыпко рассказывает, что там 50 миллионов жертв сталинских репрессий было, их там всех расстреляли, убили, посадили, попересадили. Женька говорит, нет, расстреляли всего 700 тысяч. 650 или 680 за полгода, всего, так говорить. Ну, мы же там показали в этом ролике, напоминаю, весна 2023 года, наш ролик. И тогда показали, что, ну, как манипуляция происходит. Солжениц, он 100 миллионов, Цыпко 50 миллионов. Да нет, нет, ну, что, что, 700 тысяч. Ну, 650, 680, 700 тысяч. И мы тогда сказали, что вот этот ролик нацелен, что вот те, которые жертвы будут, те, которые репрессии будут, вообще те, которые потери будут в России. Там, вон, сам Сталин 700 тысяч за полгода. А здесь, ну, чё? То есть, оправдание нынешних репрессий, оправдание нынешней ситуации призвано. Сам Женька прихвостень охранителей им служит. И вся его деятельность призвана оправдать этих охранителей. Что мы увидели? Как мы и сказали, что это будет оправдание репрессий. Вы помните за это время, что произошло? Того посадили, того к административке привлекли. Репрессии нарастают. Ну, чё вы жалуетесь? Ну, там административная ответственность. Ну, чё вы жалуетесь? Ну, всего лишь его под следствие посадили. Чё вы жалуетесь? Это же не 700 тысяч расстрелянных-то за полгода-то. Что вы жалуетесь? Не жалуетесь. Сейчас, сейчас гораздо лучше. Вот гораздо, гораздо лучше. Убедились? Хотел записать этот ролик вчера. Что-то меня остановило. А сегодня прилетело. Письмо счастья. Канал политразборка на Дзен заблокирован по представлению Генпрокуратуры России. Видали, какие мы страшные? Ух ты! Цельная Генпрокуратура России каким-то маленьким каналом политразборка заинтересовалась. Что, на хвост вам наступаем? Капиталюги. Их прихвостни. Вот так вот прилетело. Причем, самое смешное, что на Дзен я на него вообще рукой вот так махнул. И с мая месяца я туда ничего не выкладываю. Потому что, ну, неинтересный формат. И они вот, вот как-то на Ютубе у нас, это, туда, там и статьи были. Трех-четырехлетней давности на этом канале. Я их там не чистил. И вот они нашли. Есть, конечно, еще предположение, что Добрый Молодец тому поспособствовал, который знал об этом канале. Ну, это только предположение. Ну, представляете, понимаете, да, о каком Добром Молодце-то я говорю? Ну, это только предположение, поэтому какашку мне в него кидать не буду. Ну, сам факт. Испугались, да? А теперь то, что происходит на Ютубе, мы тоже самое наблюдаем. Он вчера разговаривал со знакомой. И вот этот вот наш ролик на Квантовом Ленине про запрещенную тему, про запрещенную. Она запрещена в мировом пространстве. Большой взрыв, критика Большого взрыва. Всех этих релятивистов, всех этих Эйнштейнов. Кот разговаривал вчера со своей знакомой. Она там смотрит, обсуждаем этот ролик, Большой взрыв. А там что получилось? Позавчера он набирает 180 просмотров буквально за 5 часов. 180 просмотров раз. Должен включиться робот, который раздает этот ролик. А вчера к вечеру 188 просмотров. А потом я сижу, разговариваю, параллельно на ноутбуке смотрю. Говорю, а ну-ка перезагрузи к страницу. Она перезагружает 188, 176 просмотров. Лайки только так тоже вниз. Было 15, да, 9. Как косят, боятся, боятся все-таки наш канал. Боятся. У нас вот такой вот низерный канал, сколько там у нас? 400 подписчиков. А на темы, которые мы затрагиваем, их нельзя распространять. Страшные. И вот теперь вот этот вот ролик. Подходим. Пускай такое длительное вступление. У меня. Кипит мой разум возмущенный. Теперь посмотрим, подходим и начинаем рассматривать ролик вот этого Женьки Спицына. Что он говорит? Он говорит, в принципе, видимо, они все-таки смотрят наши ролики. И он начинает. Заявленная тема. Развал СССР. Это было рукотворное событие, целенаправленное, волевое. или это просто само собой все распалось. Вследствие того, что вот социализм неустойчив. Что несет Женька Спицын. А тут он опять вот начинает вот софизмы и манипуляции. Ему задают вопрос, что это было? Волевое, целенаправленное. Или само по себе развалилось. Здесь он первое применяет. Применяет софизм, манипуляцию, авторитет. Он начинает, чтобы надуть щеки, сделая темные виды, начинает. Вы понимаете, царская Россия, все это закономерно шло. Там в царской России элита разлагалась и подошла. развал там примерно вот так вот в ролике. Он рассказывает, рассказывает, рассказывает. Развал СССР это было рукотворное волевое событие. То есть вот то, что многим и нам очевидно, что это рукотворное волевое. Ну как? То есть все это уже скрыть невозможно, что это была заложена программа. Ну дальше что нам делать? Да, говорит, ну развалили СССР два персонажа Яковлев и Горбачев. И дальше опять такое. Вот понимаете, вот исторический материализм у нас есть. То есть исходя из исторического материализма, исходя из логики, из последовательности, если вы начинаете проводить линию, то вы должны от царской России, от революции проводить последовательно, залогать последовательную цепочку событий. Нет, Женька так не делает. Он что делает? Вот революция. Ту-дух, вот развал СССР. Здесь он пропускает, он прыгает. Потом отсюда он прыгает обратно. 57-й год. Говорит, антипартийная группа пыталась, 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 пыталась. Дальше что он делает? Он очень интересную вещь заявляет. Понимаете, говорит, вот обвиняют Хрущева и Кусенина. Кто такой Кусенин? Ну, какой-то там исторический персонаж, которого там Колпакиде выкопал. Говорит, они обвиняют вот их, что они умышленно начали тогда закладывать фундамент. Истину, кстати, говорит, истину говорит, что вот Хрущев тогда начал закладывать, как мы показываем. Но мы показываем, заметьте, все наши ролики последовательные. Мы не прыгаем, как джираны по барханам пустыни Болхаш, что делает Женька Спицын. Мы показываем это последовательно с точки зрения исторического. А он говорит, нет, здесь нужно применять исторический метод. Где он там исторический метод в своем вот этом разглагольстве не увидел. Понимаете, говорит, вот Хрущев и вот эта партийная верхушка, они решили реформировать сталинский социализм, изменить его. И это было, говорит, оправдано. И дальше, говорит, оправдано чем? Они, говорит, устали от бессонных ночей, от перенапряжения, от развития, от вот этого всего. Они устали. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Вот это вот Женька транслирует. Они, говорит, оправдано было тем, что Хрущев, Брежнев, вот Косыгин и же с ними, они устали. Петок. Так идите на пенсию. Устали так все, на пенсию, на пенсию, освободите дорогу. Не, они ж власть-то не хотят отдавать. Дальше. Что такое сталинский социализм? Что такое социализм? Женька вообще не говорит. Женька вообще не говорит. Более того, он говорит, они, говорит, решили реформировать и экономику, и партийную настройку. И дальше. Ну, говорит, они там, что-то. Так, 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 стоп. Стоп, Женя, стоп. А вот в этом месте поподробнее, почему вот здесь вот Женя, он не говорит, а почему нужно было реформировать, менять сталинскую модель экономики? Смотрим наши ролики СССР 2.0, как они разваливали СССР 1.0, чем являлась ленинско-сталинская модель экономики, чем являлся ленинско-сталинский СССР 1.0. Женя Спицын вам это не расскажет. Как же так? Ну, как так? Раскрытая тайна. Нет, вот понимаете, я по аналогии вернусь к этим вот манипуляторам, которые там Семехатов, Сурдин, вот у нас на канале Квантовая и Ленин. Они там тоже. Что было до большого взрыва? Они там волшебника Сулеймана, а вот там потом и пошли. Что было до большого взрыва? Они уходят. Так же так же и Жека Спицын. Почему вот это вот по одному заводу в день строилась? Вот это вот семимильными шагами росла экономика. Почему ее нужно было реформировать? Почему ее нужно было изменять? Почему? Не уточняет Евгения Спицын. Почему? Чем она была плоха? Чем она была? Почему ее нужно было менять? Ни слова. Эй, обвинение в том, что Хрущев внезапно сразу перепрыгивает. Андропов проговаривается, проговаривается, товарищ, проговаривается. Андропов между Хрущевым и Андроповым. Ой, сколько времени прошло, сколько событий произошло. Они, говорит, не хотели ломать социалистическое государство, социалистическое общество, социалистический строй. Не хотели, у них случайно получилось. И молчит, молчит. Вот зачем этот ролик был записан в самом финале? В самом финале будет. Зачем? Что этим роликом собирается скрыть? Так, кто сюда досмотрел, быстро лайк поставили, быстренько лайк такой, фикс, вы опять забыли лайк поставить. А еще комментарий напишите. Сережа, хорошо излагаешь, молодец, галстук тебе идет. Такое вот, что ему напишите. Как-то блокировку YouTube, давайте вместе преодолевать. дальше они говорят случайно, случайно у них так получилось, что они случайно все это сделали. Более того, послушайте его, вот этого товарища, вот этот канал исторического чтива, Спицын еврокоммунисты, более того, даже сам Горбачев собирался развивать социалистическую экономику, даже в 85-м году он еще собирался, они работали вот при Андропове над развитием экономики, но пришел злой Яковлев и начал писать свои злобные записки. Вот. Видимо, на Горбачева Яковлев оказал гипнотическое воздействие. А как вы хотели? Яковлев, он же в Колумбийском университете учился. И записки писал. Вот говорит, вот эти сначала Яковлев и Горбачева такой и потом они вдвоем взяли и уничтожили всю Ленинскую, сначала они уничтожили сталинскую экономику, понимали? Вот мы там ролики делаем, разбираем, что при Хрущеве первый удар, перестройка один, при Брежниме, Косыгинские реформы. Нет, нет, ну вы что, мы дурачки, ну вы что, Сережа Прокофьев? Дурачок какой-то. Женя Спицын гениально выдает, гениально выдает. Пришел злобный Яковлев, написал свои записки и по ним Горбачев уничтожил экономику из СССР. А потом и Ленинскую. А там была Ленинская партия-то во времена Горбачева-то нет. Слушайте этого Женя Спицына. Он уничтожил Ленинскую партию. Это перл, это перл от Женьки Спицына. Вот кто два сказочных персонажа пришли гений Яковлев, который заколдовал Горбачева и Горбачев. Два человека смогли повернуть историю. А можно ли было, говорит, спасти партию? Говорит, да, если бы пришел другой, не как Горбачев, а такой пришел бы такой мощный с таким кулаком, а то он бы смог изменить партию. Да там уже не было никого, там были одни предатели. Женя, очнись, о чем вы там несете? Дальше как вот эти все смотрим ролик Большой взрыв на канале Квантовый Ленин, как вот эти дурочки Сурдин, Семихатов. Там я с матами говорю, здесь на канале политразборка мы маты себе не позволяем, поэтому я заменяю более. Там дурочки Семихатов, Сурдин, Сергей Попов, еще мастурбатор есть из банка спермы, где у него сперму отказываются брать. Смотрим ролик Большой Взрыв. Так вот, так как эти дурачки с большим взрывом они заврались и сами доказали, что они неправы, так и этот здесь доказывает. Яковлев пришел и развалял. Так, стоп, 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 а в 57-м году где Яковлев был? В Колумбийском университете. Стоп, а кто тогда правил? Хрещев. А, на секундочку, там был и Яковлев, и Калугин, и они там скорешились с антикоммунистами и открыто там с антикоммунистами общались. Что делал Яковлев во времена Хрущева и Калугин в Колумбийском университете? Кто их туда послал? С какой целью? То есть все-таки Женька-то Спицын прокалывается. Во времена Хрущева все это было заложено. Как ни крути во времена Хрущева. Во времена Хрущева целенаправленно завербованная команда Хрущева. Неважно кем она там завербована. ЦРУ, ФБР, НИС-6. Чьими руками она завербована совершенно неважно на кого они работали. Они работали на авангард капитала. Они были завербованы агентами. То, что мы говорим, как разваливались последовательно. И складывается полное ощущение, что вот этот ролик выпущен контр нашему расследованию. Зачем? А если мы проводим от Хрущева вот этих предателей, Андропов, предатель КГБ и проводим до нынешних времен. Они никуда не делись. Они остались у власти. Они сейчас у власти вот что призван вскрыть этот ролик. Они этим роликом по социализму не говорят. Диктатург пролетариата они там вообще не упоминают. В ролике вот своем. Классы они там вообще не упоминают. Вы что? Нет. Они говорят, там пришли два диверсанта Горбачев и Яковлев. Потом их там даже Бори Ельцина ни разу не было. А почему? А потому что а кто после Бори Ельцина А тот кто рассказывал что агенты ЦРУ бегали по Кремлю. А он бравый пришел в одиночку в одиночку такой пришел сказал ну как кыш отсюда агенты ЦРУ они все непременно сразу испугались и испарились. Вот зачем этот ролик Евгения Спицына от Хрущева и до сейчас исторический материализм одна группа у нее одна и та же суть и прокалывается прокалывается Женя Спицын говорит посмотрите говорит и сейчас элиты прогнили ну какие говорит Нарышкин говорит помните помните Нарышкин 23 февраля 22 года он там бэк 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 естественно Нарышкин пустого страшно от того что происходит от того какое указание им дали сверху страшно Нарышкину стало а то что дальше произошло им до сих пор всем страшно а сделать они ничего не могут ничего они вынуждены дальше исполнять указы сверху так для них не было необходимости качай себе через трубу качай зерно а тут им сказали нацизм фашизм вперед бороться они такие а делать нечего надо идти и бороться таки не дела такие дела ладно всем стало страшно от такой информации за нас уже генпрокуратура России взялась ко мне плевать до новых роликов что тебе надо чтобы остаться р не приятные у до этого